здравствуйте друзья утречка вторник завтра у нас праздник мы не работаем так что вот надо сегодня мне под собраться и вырвался такой денек что я могу поработать сегодня значит михаил бородянский который нас гостит из ну собственно работает и заодно гостит сегодня у него экскурсия заказана в сан-франциско так что его сегодня заберут и повезут на 6 часовую экскурсию по городу а я поработаю с утра с утра правда я вот опять я немножко раньше сегодня еду потому что у меня в 9 утра appointment к эндокринологу моему я раз три года в три месяца к нему прихожу и он смотрит на мои там текущие дела вот и я вот и кровь там недавно сдавался такое вот я только эндокринологу а потом уже значит на работу тут какие-то вопросы возникали в связи с тем что мы там надо на тренинг ходим к михаилу и вот а зачем тебе это вот спрашивает вот и так далее ну человек нам приехал правильно значит у него свой метод там тестирование диагностики там работы с определенными вещами и поэтому но что же нас надо надо идти потому что мы мы хотим набраться на напитаться вот этим кроме того что тренинг был по гармонизации отношений с детьми из наш в нашем случае с внуками нам тоже интересно но там же еще вот это соотношение вот что ты можешь себе ну не то что позволить что ты можешь добиться в отношениях с детьми и с внуками и где у кого какое место и не нарушение вот этой иерархии в таскать правила игры тогда это все очень важно очень здорово у меня поэтому голова и пухнет сегодня получше немножко голова пухнет потому что ты переосмысливаешь всю свою жизнь и отношения и и не только с детьми против с разными людьми и в общем это очень это очень такой сложный временами болезненный процесс поэтому мы конечно хотели пойти кроме того светлана брала курс вот этот самый курс который мы сейчас вот проходили суббота воскресенье она этот курс брала у михаила в онлайне собственно мы так и познакомились с ним то есть светлана брала этот курс а вот это правильный человек вот этот тот кто нам нужен для вот многих наших дел поэтому он здесь оказался в итоге более того в ближайшие выходные нам предстоит следующий курс который ведет михаил и это уже курс по ну он так называется эффектно управление событиями в жизни но в той мере в какой можно управлять событиями в жизни войти это тоже надо понимать что так как бы не абсолютно вот хочу яблоко бах тебе яблоко нет но но есть есть очень многие вещи которые мы можем поправить своей жизнью и вот мы как раз разговаривали вчера вы видели там видео как мы ходили на на обед нас позвали светланы как мы вообще дружим и светлана нас позвала в такое место где там шерон стоун там ведь не обязательно там будет в этот день много такой чем непростое место пошли и светлана придет на тренинг хоть казалось бы человек которого но как бы ну вот успешная жизнь она замечательный адвокат она глаза горят пойти она берется за сложные дела за которые там мало кто берется и тогда и вдруг ей тоже нужно понимаете потому что мы все находимся или чувствуем себя допустим где-то в какой-то стагнации где-то мы чего-то хотим и и мы не получаем и и не знаем как этого добиться и так далее поэтому у каждого абсолютно каждого человека особенно того который ну рвется куда-то у него масса проблем вот такого свойства что хочется чего-то и стремишься к чему-то и нету и у михаила в основном же клиентура корпоративная вот в этом в питере то вот по этим делам то есть это бизнес и люди которые в бизнесе они хотят чего-то добиться и вот они там заказывают вот такой тренин вот поэтому мне было сказано что там интенсивность раза в четыре выше чем у того тренинга который вы прошли в эти выходные я уже с ужасом думаю как я все выдержал мне что тоже все-таки там не не 22 и даже не нет ни 42 поэтому ну будем будем выдерживать я я потом расскажу как как прошло и что из этого там выходит и так далее но но это очень очень интересная это как бы подход который мы верим то есть вот мы когда слушаем это все и мы мы понимаем что это доработает и в общем я очень многого ожидаю для себя в частности я как бы уже из состояния человека который как бы более-менее я себя упаковывал знаете там на ретаймент то есть его бы ну я я свою жизненную функцию там отыграл и ну чего я в 60 лет буду там на себя новое брать вот мне там иногда пишут там вот тут какое-то там изобретение не хотите ли поучаствовать в продвижении или там еще что-то я году куда же мне что-то новое на себя брать ну нереально это все а тут значит что-то у меня же такое ощущение что я в общем-то песню свою не допил симфонию который мне положено было там ноты под собрать не все еще под собрал и в общем что-то такое чувствую на подходе так что вот пойду разбираться буду где что чего как и так далее то есть очень много есть вещей которые трудно объяснить вот когда фрейд ввел понятие подсознательное его не понимали ерунда какая-то пощупать же нельзя понимаете как как пощупать подсознательное она же она же там вот можно человеком поговорить до сознательным вас не можно поговорить и и понять что у него в сознании а как понять что в подсознании сегодня это это общее место сегодня есть полно там методов как работать с подсознательным никого не удивишь там и так далее абсолютно общее место да вот и всегда когда наука движется значит что-то у нее уже так документировано оприходовано в книжке положено и все знают что это можно и есть какие-то вещи когда ну вот что-то щупается и и уже получается отрицать того что это есть невозможно а как с этим работать непонятно и вот мы в данном случае вот находимся вот в этом в этом сегменте то есть мы с михаилом пытаемся научиться работать с тем чего понятно что есть но непонятно как иметь с этим дело мало того мы мы много раз видели как это происходит на примере нашей светланы мои потому что она она в этом смысле здарова управлять иначе событиями жизни я могу сказать она такие вещи вытворяла что все люди которых мы знали я не хочу рассказывать там много экзотического но все люди которых мы знали говорит что это невозможно это вообще ребята даже не бы не пытайтесь и она это делала но она это делала на каком-то драйве внутреннем у нее не было методов таких как которые позволяют систем систематически искать так вот эта задача решаем пойти вот так она не могла да просто вот как как-то еще это делал интуитивно можно сказать поэтому мы мы в это дело верим и мы мы хотим научиться вот отвечая на вопрос почему мы пошли там на тренинг тот или тренинг этот для для меня тренинг который вот сейчас будет лично для меня он намного важнее я даже побаиваюсь его в некотором смысле думаю боже что при этом себе еще открою такого вот ну ну что делать значит будем открывать будем открывать такая такая штука я немножко перепели нас насыщенный хотя сейчас уже получше просто даже вот я когда машину вел вот с тренинга ехал домой машину вел у меня было ощущение что я не уверен где я вообще еду знаете вот так бух по башке и вчера вечером я пришел в офис потому что у меня класс вечерний в онлайне и там меня студентка спрашивает это михаил говорит как вы там она видела что мы занимаемся на вечером там она выходные сидела занималась соседнем классе она видела что у нас там идут занятия и она говорит михаил будет как что чего я не рассказывать примерно тоже что и вам что меня балда значит там поехала и все это вот там не сходятся концы и всего такой вот шебрушание она говорит вот я теперь выгод понимаете что чувствуют ваши студенты когда вот там тестирование изучают яку как же это же тестирование тоже такая логичная структурированная информация правда вот так вот нет вот тоже вот переполняет и шарики за ролики заходят вот так что друзья я теперь значит лучше понимаю наших студентов чего я не понимаю почему мы тут стоим ну да с утра всегда с утра всегда проблема да это правда но ничего ничего страшного у меня есть еще 6 минут чтобы доехать до моего врача в общем я с вами прощаюсь на текущий момент вот и ухожу вечность в том смысле что не знаю когда мы следующий раз там побеседуем но не думаю что это очень удаленно потому что где-нибудь там в районе 10 11 должен прийти вот молодой человек который путешествует по миру и и вот он 100 стран там собирался за 100 дней или там что-то кругосветку кругосветку за 100 дней вот и мы с ним вроде уже списались и тут и там и здесь и в общем он собирался подъехать так что я думаю у нас сегодня интересное интервью будет на канале все ребята счастливы